Дезертир и сайт VideoGameplay.ru представляют И вполне себе отличные герои. Впрочем, у каждой нации свои. Как видите, в компании есть компания ГСБ и компания НОД. Мы будем начинать за ГСБ, это своеобразные лидеры и добрые ребята. Компания НОД это своеобразные злые и такие нехорошие сепаратисты. Ну что ж, начнем с ГСБ. И там уже будем смотреть, что к чему. Проходить буду на среднем уровне сложности, чтобы не особо париться и просто посмотреть и бы наслаждаться миссиями. Жизнь в красных зонах невозможна. Желтые зоны загрязнены чуть меньше, но в их пределах сосредоточена большая часть населения планеты. Годы войны и гражданских беспорядков сделали свое дело. Ситуация в них взрывоопасная. Влияние НОД в желтых зонах неоспоримо. Там они ведут набор новых солдат и размещают в этих регионах свою военную инфраструктуру. Лидер братства – некто по имени Кейн. Он верит, что Тиберий – это новый шаг человечества к вершинам эволюции. В его программу входит распространение кристаллов по всей Земле. Впрочем, в последние годы братство вело себя подозрительно тихо, совершая мелкие локальные теракты. Заражение избежала лишь малая часть поверхности планеты. Теперь это – синие зоны, обороняемые силами ГСБ. Наша последняя надежда на выживание. Вас назначили на пост командующего войсками ГСБ, расположенному на восточном побережье США. Удачи! Продолжение следует... Докладывают, что угроза Нот сейчас минимальная. Кейн мертв и в братстве теперь грызня за власть. За последний год их численность сократилась на четверть, они бросили четыре базы. По прогнозам, они еще десять лет нос и не покажут, но по-моему это затишье перед бурей. Я двадцать восемь лет сражался с Нот и точно знаю одно. Пока на земле есть Тиберий, братство от нас не отстанет. Если они притихли, значит что-то замышляют. Вы отправитесь в Северную Каролину. Вчера охрана зоны задержала грузовик, оказалось, что это машина Нот. Машину обыскать не успели, водитель ее взорвал и сам подорвался. Возьмите солдат и выясните в чем там дело. Надеюсь, тревога ложная, но если нет, тогда готовьтесь к худшему. Лейтенант Сандра Телфер из военной разведки. Она ведет вас в курс дела. Лейтенант. Спасибо. Приветствую, рада помочь, чем смогу. Итак, вот что мы знаем. После случая с грузовиком мы прочесали всю зону и не зря. Спутники обнаружили подземную энергетическую сеть с самой глуши. Подарочек от Нот. Нам повезло. В том районе у нас есть старая база. Разверните ее и сможете исследовать местность. Старайтесь избегать столкновения с противником. Неизвестно, что эти маньяки там прячут. Желаю удачи. Если что, обращайтесь. Итак, спутниковая разведка зафиксировала подозрительную активность Нот Северной Каролине. Судя по всему, братство открыло там свою лавочку. Ваша задача установить, что там происходит и доложить командование. В районе есть заброшенный учебный лагерь ГСБ. Используйте его в качестве опорного пункта. Приступим к выполнению задания. Приветствую. Командование ГСБ на связи. Я здесь, чтобы помочь вам ускорить проведение наземных операций. Устанавливаю видеосвязь. Задача – обнаружить старую заставу ГСБ и провести разведку в районе, где появились войска Нот. Так точно. Размещаемся здесь. Поступило сообщение. Этот аванпост покинули много лет назад, по стратегическим соображениям. Но как только вы прибудете на место, все заработает. Как нам повезло-то. Селим в здание и начнем защищаться. Похоже, слухи оправдались. Уничтожьте войска Нот на нашей заставе. После зачистки мы ее восстановим и дадим вам доступ к базе и ее ресурсам. Отряд готов. Так, главное выжить. Понятно. Задание выполнено. Отлично. Мы выжили. Все отлично. Все хорошо. Великолепно. Супер. Данные обновлены. Меня здесь будет очень часто прерывать, так что прошу прощения. Инфинансовый ресурс – это Тиберий. Комбайн начнет заготовку сразу после постройки обогатителя. Он заполнит весь объем и вернется на базу. Там начнется переработка собранного Тиберия. Данные обновлены. Собственно, вот таким образом мы здесь собираем кристаллы Тиберия. Тиберий восстанавливается по мере исчезновения. Это мобильный сборочный цех. Развернув его, вы сможете возводить разнообразные постройки. Данные обновлены. Мобильный цех можно передвигать и строить, в принципе, где угодно. Как только вы его разложили, перестроить его в другое место, передвинуться невозможно. Устанавливаем видеосвязь. Нам нужны войска. Откройте вкладку «Производственные постройки» или нажмите кнопку «МСЦ» на панели приказов и щелкните изображение казармы. Поступило сообщение. Перед тем, как вступить в новую схватку с противником, обучите побольше пехоты. Для этого вам необходимо построить казарму и обучить там три отряда стрелков. Собственно, на таком прерывании я примерно и говорил. Так вот, в чем отличие от того же Старкрафта? Здесь я могу поворачивать, как, собственно, захочу и строить как что. Как угодно здание. Мне нравится все-таки иногда строить аккуратно, красиво. Поэтому это мне очень нравится. Каждая очередь строительства может содержать не более 20 объектов. Несколько одинаковых зданий расширяют возможности строительства и обучения. Сейчас, кстати, надо поаккуратнее, потому что я бы вспомнил один момент плохой, который сейчас будет, от которого мы не успеем избавиться. Прибегают бессмертные фанатики и убивают нас энергию. Постройте еще одну энергостанцию и избавитесь от дефицита. Да без проблем. Поступило сообщение. Постройте энергостанцию и восстановите энергоснабжение. Напоминаю вам, дефицит энергии значительно замедляет процесс развития. Да, соответственно, если мы, например, отключим, то, как вы видите, будет 20 секунд. Если включим обратно... Черт, я не могу ее включить обратно. Нет, могу. То будет 26 секунд. Так же, соответственно, как только мы... Задание выполнено. Доступны новые постройки. Постройка башни стабильности энергии энергии, у нас включаются все здания. Он говорит о том, что вашей базе хватает энергии. Поступило сообщение. Чтобы база снова заработала на полную мощность, необходимо восстановить штаб. Под все здания я имею в виду, что отключаются такие вещи, как пушки и оборона, как таковая. Это дает очень большой минус. Похоже, нас заметили ноды. Они отправили в искану уничтожения базы. Постройка башни станет очередным звеном в системе нашей безопасности. Новое задание. Итак, мы должны быстро построить базу до тех пор, пока ноды не напали на нас. Это все-таки должны успеть. Мы, друзья, успеваем. Здесь ее устроим. И все отлично. Ноды напали. Но ничего сделать, они, естественно, не будут. Хотя пытаются атаковать, конечно, комбайн. Впрочем, пушка разберется. Плюс здесь подраспери наши ребята спецназов-ценили, спецназов-ценили. Продвигайтесь вперед. Ваша задача уничтожить заставу нод, охраняющий мост. Высылаю подкрепление. В данном случае есть небольшая проблема. Уничтожьте постройки нод. Их не так много, но они представляют опасность. Когда мы начинаем уничтожать постройки нод, мы не можем это сделать с обычными стрелками. Потому что это будет долго. В казарме стали доступны войска новых типов. Объект атакуют. Как вы видите, здание они уничтожают. Ну, ладно, если я уберу вот этих двоих, то они будут уничтожить ее довольно долго. С ними они, конечно, все это сделают быстрее. Если мы возьмем ракетчиков... Мы увидим, что они убили ее почти с одного удара. Стоп, 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 не то, не то, не то, не трогай, не трогай здание. Требуется провести разведку местности. Почините мост, чтобы войска смогли перейти реку. Итак, мы сейчас раздолбаем. У инженеров есть две важные функции. Во-первых, они умеют ремонтировать здания и мосты. Во-вторых, они захватывают вражеские и нейтральные постройки. Это еще одна фишка игры. Здесь любой инженер может захватить любую постройку. Фактически любую. По крайней мере, вражескую. В данном случае нам предложили захватить энергоблок. Инженеры восстановили нам мост и захватили нам энергостанцию. После чего данную энергостанцию, в принципе, мы можем продать. Нам показывают еще одну часть карты и показывают базу, которую нам, в принципе, надо будет сейчас атаковать и уничтожить. Чтобы ее атаковать, нужно сделать всего несколько простых вещей. Во-первых, построить еще одну казарму. Во-вторых, в принципе, это не обязательно, чтобы строить еще дополнительное оборонительное сооружение. А вот несколько гранатометчиков можно будет построить. Это будет полезно. Возможно из ряда со зданием. Так, мы знаем еще одну казарму. Производим еще пятерых. Так, вот единственный минус. Здесь нельзя выделять одинаковые идеи строения. Можно всего одно за раз выделить. Но это небольшой минус, на самом деле. Так, выделяем всех ракетчиков. Это, по-моему, последние. Есть два варианта. Мы можем прорваться вот сюда. Пробить все это дело. Спокойно пройти дальше. Есть еще один вариант. То, что мы проходим. Вот здесь вот стопоримся. Если мы проходим с пехотой, чисто пехотой. И на этом все заканчивается. Потому что нам дают сильно крутое оружие. И мы просто убиваем. Я лично попробую их себе уничтожить. Итак, пробуем. В принципе, у нас это должно получиться. Транспортнот серьезное препятствие. Постройте авиабазы, а на них касаток. Они отлично справятся с техникой и неплохо с постройками. Но у касаток ограничен боезапас. Им придется часто возвращаться на базы. Итак, как я уже сказал... Скоро прибудут касатки. Нужно построить авиабазу. Без нее они бесполезны. Как я уже сказал, меня будут перебивать. И помимо того, как я уже сказал, здесь можно пройти спокойно без постройки авиабазы. Ну, довольны. Естественно, чем больше унитов у вас будет, тем лучше. Это понятно. Если у вас к тому же будут еще и элитные стрелки, так тут вообще все станет великолепно. Без нее они, да и с ней они мне и так и так бесполезны. Цель цепли раз, цель цепли два, цель цепли три. Как я и сказал, танки, в принципе, бесполезны против пехоты. И, в принципе, я могу нападать спокойно. Минус одно здание. Вот это уже для меня немножко страшнее. Но, в принципе, я так же могу избавиться и от этой части. Как говорится, это предсказуемо было. Сейчас еще чуть-чуть. И все, да, мы избавились. Добиваем этот. И уйдешь. У нас остается пара отрядов. Мы справимся. Должны справиться. Никуда не денемся. Ладно. Да все, на тебе, успокойся. Устроим авиабазу. Пытаемся добить уже этих негодяев. Также мы можем заказать, как я уже говорил, транспортники и перегрузить наши войска в другое место. Объект атакуют. Так как это довольно хорошие войска, один самолет. На нашей базе таких четыре. Воздушные экипажи, расстрелявшие боезапас, должны вернуться на землю. Иначе их уничтожат. Кого подобрать? Потеряно. В итоге мы смогли довести до своей базы всего... На посадку! Всего одного гранатометчика. Но нам без разницы по причине того, что мы сейчас будем атаковать касатками. То, что я, кстати, показал в объединении с вот этой пехотой дало бы более хороший вариант, конечно. Но, тем не менее, можно и так прорваться на базу. Вот. Сейчас покажу еще другую функцию. Что я делал чуть ранее. Я надеюсь, что у меня это получится. Попробуем, по крайней мере. Начинай атаку! Объект атакует. Атакую! На базу напали. Так, мы почти добили три миниратора. Вы получаете доступ к ионному орудию. Уничтожьте базу с его помощью. Встроиться. Так, нам будет не хватать энергии, как только мы построим это здание. Но, как вы помните, мы можем спокойно убрать. Теперь вам доступно управление ионное оружие. Вот нам дает ионное оружие. Орудие выходит на позицию над восточным побережьем. Выполните залп, когда будете готовы. Подготовка. Итак, строительство идет 11 секунд. За это время мы можем, в принципе, построить еще энергостанцию и вполне подключить обратно казармы. Те казармы нам уже не нужны. Также, кстати, я хочу попробовать захватить все-таки вот этот вот добывающий комбайн, который дает нам дополнительно 25 кристаллов. Это довольно много, как вы понимаете, поэтому не лишним будет его построить. Что касаемо пехоты. Объект атакуют. Пехоту мы разобьем легко. С танками у нас будут некоторые проблемы. Как вы видите, танки мы уничтожаем очень медленно. Почему-то мягко говоря. Здесь есть еще одна фишка. Если танк наедет на ваши войска, он их уничтожит. Очень хреново. Отводим наши основные, так сказать, войска. Пехота, вперед! Почему уши не нападает? Сейчас. Уничтожьте базу нут раньше, чем она начнет доставлять неприятности. Да не начнет она мне доставлять неприятности, тем более я ее, как правило, уничтожаю всегда раньше. Так, что мне нужно сделать в данном случае? Смотрите. Мы берем, вызываем транспортник. Межик, вперед! Так как финансы нам пока позволяют. Кого подобрать? Выбираем этот транспортник. Сажаем туда нашего инженера. И быстро доставляем его к нужной точке. Делается это только в том случае, если у вас есть нужный авиа... Ну, короче, если вы добрались до авиации, то вы можете спокойно вызоветь эти транспортники. Высаживаем, захватываем, все отлично. Какие еще задания у нас остались из тех, что мы не выполнили? Постройте хранилище Тиберии и подойдите, продайте захваченную постройку нод. Как продавать здания? Нажимаете Z и нажимаете на здание. Вы автоматически его продадите. Внутри, кстати, мы нашли боевиков нодовских, которые теперь стали на нашей стороне. Помимо прочего, мы, как я уже говорил ранее, можем построить хранилище Тиберии, которое позволит нам накапливать большее число Тиберии, имеющегося у нас за раз. Соответственно, покупать иногда более дорогие фишки. Что касается авиа атаки, мы сейчас попробуем ее сделать. У нас, конечно же, сильные пропорции, но в целом зато есть вероятность того, что все будет хорошо. Хотя не знаю, почему-то... А, точно, у них еще вот здесь три есть. Видимо, поэтому. Ладно. не получилось у нас это сделать. Ну, давайте сделаем все-таки, как это задумано было по игре. Мы включаем ионное оружие. Это было великолепно. Отличная работа. С вами был, как всегда, Дезертир. Рад, что вам все это могло понравиться. Надеюсь, что вам это понравилось. В общем, всем, ребят, удачи. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Господи... Вы понимаете... Что они сделали? Они угробили нашу противоракетную систему на северо-востоке. А Филадельфия? Да поможет нам Бог. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Его pace Продолжение следует... ...